Привет! Что читаете? Сегодня дежурный по чтению я, Никита Сазонов. Айнрейд – писатель-философ, идеолог крайнего индивидуализма. Русская мигрантка, умудрившаяся не только прославить себя на всю Америку, но и ставить свой, пусть и крайне противоречивый, след на интеллектуальной культуре XX века. Жизнь Айнрейд – идеальный пример воплощения американской мечты, главного мифа Соединенных Штатов Америки. Для нищей мигрантки, которая благодаря труду и упорству стала одним из самых известных писателей Америки, американская мечта стала глубокой личной установкой, которую она довела до предела. Айнрейд создала довольно примитивное, но привлекательное и понятное мировоззрение, которое замешано на американском индивидуализме и русском радикализме. Уже не одно десятилетие значительная часть политической элиты Америки ориентируется на идеологию Айнрейд. Главный труд писательницы – Атлант расправил плечи. По опросу, библиотеки Конгресса стал второй книгой после Библии, наиболее сильно повлиявшей на жизнь читателей, начиная от действующих топ-менеджеров крупнейших корпораций и заканчивая теми, кто только мечтает заработать свой первый миллион. Это доказывает и ее тираж, который исчисляется миллионами экземпляров. Она стала идолом для политиков и бизнесменов по всему миру, от Стива Джобса и бывшего кандидата вице-президента США Пауа Райана до Евгения Чичваркина. Эдди Уиллерс отправился дальше, гадая о том, почему в это время суток он всегда испытывает беспричинный ужас. Впрочем, нет, не ужас, подумал он, бояться ему нечего, просто чрезвычайно мрачное и неопределенное предчувствие, не имеющее ни источника, ни предмета. Он успел сжиться с этим чувством, однако не мог найти ему объяснения и все же попрошайка произнес свои слова так, как если бы знал, что чувствует Эдди, как если бы знал, что он должен ощущать, более того, как если бы знал причину. Эдди Уиллерс распрямил плечи в надежде привести себя в порядок. Пора прекратить это, а то уже мерещится и начинает. А всегда ли с ним так было? Сейчас ему 32. Эдди попытался припомнить? Нет, не всегда. Однако, когда это началось, он не сумел воспроизвести в памяти. Ощущение приходило к нему внезапно и случайно, но теперь приступы повторялись чаще, чем когда-либо. Это все сумерки, подумал. Ненавижу сумерки. Облака с вырисовывшимися на них башнями небоскребов обретали коричневый оттенок, превращаясь в подобие старинной живописи, поблекшего свеками шедевра. Длинные потеки грязи бежали из-под башенок по стенам, покрытым сажей. Застывшие молнии протянулось на 10 этажей трещин. Зазубренный предмет рассекал небо над крышами. Одна сторона его была рассвечена закатом, с другой солнечное позолото давно осыпалось. Шпиль светился красным светом, подобным отражению огня, уже не пылающего, но догорающего, который слишком поздно гасить. Нет, не было ничего тревожного в облике города, казавшегося совершенно обычным. Он отправился дальше, напоминая себе на ходу, что пора в контору. То, что он должен сделать после возвращения, ему не нравилось, однако отлагательств не терпело. Он заставил себя поторопиться. В узком пространстве между темными силуэтами двух зданий, словно в щели приоткрывшейся двери, Эдди Уиллерс увидел светящуюся в небе страничку гигантского календаря. Этот календарь мэр Нью-Йорка воздвиг в прошлом году на крыше небоскреба, чтобы жители легко могли определить, какой сегодня день. Так же легко, как и время на башне с часами. Белый прямоугольник парил над городом, сообщая текущую дату заполнявшим улицы людям. В ржавом свете заката прямоугольник сообщал 2 сентября. Эдди Уиллерс отвернулся. Этот календарь никогда ему не нравился. Календарь раздражал Эдди, но почему сказать он не мог? Чувство это примешивалось к снедавшей его тревоге. В них угадывалось нечто общее. Ему вдруг припомнился осколок некой фразы, выражавшей то, что он намекал своим существованием календарь. Однако никак не удавалось отыскать эту фразу. Эдди шел, пытаясь все же напомнить смыслом то, что пока застряло в сознании пустым силуэтом. Очертания противились словам, но исчезать не исчезали. Он обернулся. Белый прямоугольник возвышался над крышей, оповещаясь непререкаемой решительностью. 2 сентября. Эдди Уиллерс перевел взгляд на улицу, на тележку с овощами, стоявшую у дома из красного кирпича. Он увидел груду яркой золотистой моркови и свежие перья зеленого лука. Чистая белая занавеска плескалась из открытого окна. Автобус аккуратно заворачивал за угол, повинуясь умелой руке. Уиллерс удивился вернувшемуся чувству уверенности, неожиданному, необъяснимому желанию не оставлять все это незащищенным в распахнутом пространстве. Мы решили рассказать вам о романе «Атлант расправил плечи» не просто так, а потому что именно эта книга стала первой новинкой, пополнившей фонд Дворца книги в ходе реализации проекта «Формируем фонд вместе». Именно этот роман захотели видеть читатели на полках библиотеки. Если вы тоже хотите повлиять на формирование фонда, то заполняйте заявку на сайте Дворца книги или в отделе статистики. В данном случае выбор читателей вполне предсказуем. Суммарный тираж «Атланта» превысил 6,5 миллионов экземпляров. Уже больше полувека «Атлант» остается одним из самых громких бестселлеров мировой литературы, и «Айнрейд» все так же сохраняет свое влияние на мировую литературу. Дойдя до Пятой Авеню, он принялся рассматривать витрины магазинов. Ему ничего не было нужного, он ничего не хотел покупать, но ему нравились витрины с товарами, любыми товарами, сделанными людьми и предназначенными для людей. Видеть процветающую улицу всегда приятно. Здесь было закрыто не более четверти магазинов, и пустовали только их темные витрины. Не знаю почему, он представил себе дуб. Ничто здесь не напоминало это дерево, но он вспомнил летние дни, проведенные в поместье Тагертов. Большая часть его детства прошла в компании детей Тагертов, а теперь он работал в их корпорации, как его дед и отец работали у деда и отца Тагертов. Огромный дуб выселся на выходящем кудзону холме, расположенном в укромном уголке поместья. В возрасте семи лет Эдди Уиллерс любил приходить к этому дереву. Оно уже простояло здесь не одну сотню лет, и мальчику казалось, что так будет всегда. Корни дуба впивались в холм, как ухватившая землю пятерня. И Эдди казалось, что даже если великан схватит дерево за верхушку, он все равно не сумеет вырвать его, но лишь пошатнет холм, а вместе с ним и всю землю, которая качнется, подобно шарику на конце веревки. Он чувствовал себя в безопасности возле этого дуба. Дерево не могло таить в себе угрозу, оно воплощало величайший, величайший с точки зрения мальчика символ силы. А вот, как отзываются о романе другие читатели. Закрыло последнюю страницу романа Айнрейд «Атлант расправил плечи». И ощущение такое, что хочется умереть только для того, чтобы родиться еще раз и прочитать это снова. Великое, переворачивающее восприятие человека произведение. «Атлант расправил плечи» — книга о настоящей жизненной истории, о том, что мы видим каждый день, и о финале, о котором каждый из нас мечтает. Начав читать эту историю, вы уже не остановитесь, а прочитав ее, никогда не забудете. «Я таких книг еще не встречал. Если вы человек бизнеса, нацеленная эффективность, продуктивность, то эта книга будет для вас отличной ориентацией в современном мире. Прочтите «Атлант» — это книга про вас, и про то, что может идти не так. И кто тот невидимый враг, который стремится вас сокрушить в своем безумии. Надеюсь, что после прочтения книги вы почувствуете свои плечи и расправите их». Но однажды ночью в дуб ударила молния. Эдди увидел дерево на следующее утро. Дуб переломился пополам, и он заглянул внутрь ствола, как в жерло черного тоннеля. Ствол оказался пустым. Сердцевина давным-давно сгнила. Внутри остался только мелкий серый прах, который уносило дыхание легкого ветерка. Жизнь ушла, а оставленная ею форма не могла существовать самостоятельно. Позже он узнал, что детей надлежит защищать от потрясений, от соприкосновений со смертью, болью или страхом. Теперь это уже не могло ранить его он. Испытал всю свою меру ужаса и отчаяния, заглядывая в черную дыру посреди ствола. Случившееся было подобно невероятному предательству, тем более страшному, что он не мог понять, в чем именно оно заключалось. И дело не в нем, не в его вере. Он знал, что это. Речь шла о чем-то совершенно другом. Он постоял немного, не проронив ни звука, а потом отправился назад к дому. Ни тогда, ни после, он никому не рассказывал об этом. Эдди Уиллерс покачал головой, когда скрежет ржавого механизма, переключавшего огни в светофоре, остановил его на краю тротуара. Он был рассержен на себя самого. Сегодня у него не было никаких причин вспоминать про этот дуб. Давняя история ничего более не значила для него, кроме легкого прикосновения печали. Но где-то внутри капельки боли, торопливо скользившие, словно по оконному стеклу, оставляли за собой след в виде вопросительного знака. Он не хотел, чтобы с детскими воспоминаниями было связано нечто печальное. Он любил все, связанное со своим детством. Каждый из прежних дней был заполнен спокойным и ослепительным солнечным светом. Ему казалось, что несколько лучей этого света еще достигают настоящего. Впрочем, скорее не лучей, а дальних огоньков, иногда своими отблесками, озарявших его работу, одинокую квартиру, тихое и размеренное шествие дней. Рейд написал первую строку романа «Атлант расправил плечи» в 1946 году. Начался он с фразы «Кто такое Джон Голд?» А затем Айн потратил 12 лет на то, чтобы ответить на этот вопрос в философском диалоге. Чтобы написать знаменитую речь Джона Голда, по радио потребовалось два года, а длина этой речи 500 тысяч слов. Героем книги стало человеческое сознание, которое было показано сквозь призму главного героя Джона Голда, фактически являвшегося альтер-эго этой Рэнд. Она говорила, каждый человек волен подняться настолько высоко, насколько позволяет ему его желание и способности. Но только его собственное представление о пределах своего развития определяет эти пределы. Действие романа «Атлант расправил плечи» происходит в вымышленном мире. Однако это нереальный мир с его историей, в жизнь которого введены вымышленные персонажи романа, как, например, «Войне и мире» или «Тихом доне». И это не антитопия, как многие литературы веды характеризуют этот роман. Это фэнтези. Это вымышленный мир включает в себя США и прочие государства, которые упоминаются в тексте мимоходом, большей частью в связи с тем или иными событиями, основанными в сюжетных линиях, локализованных в границах США. Время действия романа – начало 1930-х годов, если судить по описываемой в нем техносфере. Она в целом соответствует именно началу 30-х для США. В США политики начинают активно поддерживать требования, направленные против монополизации рынков. Фактически их действия схожены с требованиями социалистов. Подобное происходит во всем мире. Эдди припомнил один из летних дней, когда ему было 10 лет. Тогда на лесной прогалине любимая подруга детства рассказывала ему о том, что они будут делать, когда вырастут. Ее слова ослепляли сильнее, чем солнце. Он внимал ей с восхищением и удивлением. И когда она спросила, чем бы он хотел заниматься, ответил без примедления – чем-нибудь правильным. И добавил – надо бы совершить что-нибудь великое. Ну, то есть нам вдвоем. Что же именно? – спросила она. Он ответил – не знаю, мы должны это узнать. Но не только то, о чем ты говорил, про свой бизнес, про то, как заработать на жизнь, ну, вроде того, чтобы победить в сражении, спасти людей из огня или подняться на вершину горы. Зачем? – спросила она. И он ответил – в прошлое воскресенье священник говорил, что мы всегда должны искать в себе лучшее. А что, по-твоему, может быть в нас лучшим? Не знаю, мы должны это узнать. Она не ответила, потому что глядела вдаль, вдоль железнодорожной колеи. Эдди Уиллерс улыбнулся, он произнес эти слова чем-нибудь правильным 22 года назад. И с тех пор они оставались для него аксиомы. Прочие вопросы тускнели в его памяти, он был слишком занят, чтобы задаваться ими. Однако он считал бесспорным, что делать надлежит то, что считаешь правильно. Он так и не сумел понять, почему люди могут поступать иначе, хотя знал, что именно так они и делают. Все казалось ему одновременно и простым, и непостижимым. Простым в том смысле, что все, что должно быть правильным, и непостижимым, потому что так не получалось. Думая об этом, он и подошел к огромному зданию Taggart Transcontinental. Постепенно начинается притеснение крупного, а потом и всего остального бизнеса. Свободный рынок уступает своей позиции плановой экономике. Страна медленно погружается в хаос и тьму. Главные герои романа Хэнк Рерден, стальной король, владелец родников, металлургических заводов, изобретатель. И Дагни Таггерт, вице-президент железнодорожной компании, пытаются противостоять этому. Хозяйственные связи неизбежно разрушаются. Разворачивается глубокий экономический кризис. Компания бизнесменов и политиков из Вашингтона, которая имеет политическую власть, пытается отрегулировать экономическую жизнь плановыми методами, но это лишь ухудшает ситуацию. Добыча нефти почти полностью прекращается с поставками угля, происходят серьезные сбои, и со временем его добыча также сворачивается. Дагни Таггерт замечает, что ряд известных предпринимателей и творческих людей закрыли свое дело и исчезли. Пытаясь выяснить, куда они пропали, она знакомится с тем самым философом и изобретателем по имени Джон Голд, с имени которого начинается роман. Узнать, кто такой Джон Голд, можно только прочитав эту книгу, найти которую вы сможете в центре чтения Дворца книги. А вы читали Айнрейд? Делитесь в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова